Более 120 миллионов тенге задолжали жители Казаларды тепловикам. В городе созданы специальные мобильные группы, которые призывают неплательщиков оплатить счета. Такая ситуация в областном центре наблюдается ежегодно. Миллионные долги препятствуют нормальной работе теплоснабжающих организаций. Тему продолжит Райхан Тажбаева. К централизованному теплоснабжению сегодня в Казаларде подключены 584 многоэтажных дома. Новый отопительный сезон начался две недели назад, а тепловики до сих пор забирают старые долги. В общей сложности потребителей задолжали им более 121 миллиона тенге. Долг потребителей составил 121 миллион 675 тысяч тенге. Из них долг населения 95 миллионов 618 тысяч. Юридических лиц 21 миллион. Бюджетных организаций 2 миллиона 600 тысяч. Чтобы собрать долги, мы создали специальные мобильные группы, которые проводят ежедневные рейды. Коммунальные войны казалардинских тепловиков и потребителей ежегодно начинаются сразу после окончания отопительного сезона. Мобильные рейды по квартирный обход, судебные иски. Заставить оплатить счета злостных неплательщиков пытаются всеми возможными способами. Если одни потребители не хотят платить за услуги прошлых лет, то другие до сих пор сидят в холодных квартирах. Несколько городских многоэтажек оказались не готовы к новому отопительному сезону из-за неисправной канализационной системы. Изношенные трубы не выдерживают напора. Горячей водой затоплены не только подвалы, но и дворы, автостоянки, игровые площадки и проезжая часть. 80 домов оказались проблемными. Ситуацию решили за счет спонсоров, тепловиков и КСК. Подключили все хозяйственные структуры, отремонтировали канализационные системы. Однако подать тепло мы сейчас не можем, потому как во многих домах принять тепло не готовят сами жильцы. Не заменены стояки, сломаны в вентиле. Сейчас и эти проблемы мы пытаемся решить своими силами. На данный момент почти во всех домах тепло уже подано. Остались только 2-3 дома. До конца месяца синоптики обещают теплую погоду в Казарде. Это на руку коммунальщикам. Но стоит ударить первым серьезным морозом, как все недочеты и недоделки могут обернуться настоящим коммунальным коллапсом. Райхан Тажебаева, Ханат Эстебаев, Руслан Айтмамбетов, Казардинская область.